Встреча на Вертковской Семи новосибирских театров, наиболее крупных, сегодня в этой студии отвечают на наши вопросы. С их помощью мы разбираемся, каким будет предстоящий театральный сезон, как меняются зрители театров, как меняются постановки, как меняется репертуар, от чего это зависит. Я напомню нашим зрителям, мы всегда работаем в прямом эфире, продолжается на сайте нашей трансляции, его адрес вы видите на экране. Если что-то заинтересовало, вы хотите высказаться на тему, которую мы обсуждаем, пожалуйста, оставляйте свои вопросы и комментарии, наиболее интересные мы, конечно же, гостям нашим передадим. Ну и мои соведущие, журналисты новосибирских изданий, очень тоже рассчитываю на вашу активность, пожалуйста, задавайте вопросы. А теперь хотела бы адресовать экспертам нашим вопрос, пожалуйста, кто готов будет отвечать, дополнять друг другу, высказывайте свое мнение. То, что мы услышали к этой минуте, сезон будет достаточно интересным, это будет сезон молодых актеров, молодых режиссеров, сезон экспериментов, некоторые даже умудряются 13-го числа первый спектакль сделать, это будет сезон гастролей очень интересных, это будет сезон экспериментов. Итак, вопрос мой заключается в следующем. Как вы считаете, возможно ли сегодня в Новосибирске, достаточно крупном городе, столичном, театральном городе, работать так активно, но не используя, скажем, столичные звезды, а растить своих звезд? Достаточно ли у нас звезд, на ваш взгляд, поставляет ли их театральный институт? Вот Сергей Николаевич здесь может, да, на этот вопрос ответить, для того, чтобы привлекать зрителей, как вы считаете? Или для того, чтобы человек пошел в театр, Новосибирец, обязательно нужно какую-то звезду пригласить извне, для того, чтобы театр заиграл, для того, чтобы он стал популярным? Пожалуйста, кто бы ответил на этот вопрос, кто готов? Сергей Николаевич, наверное. Сергей Николаевич, давайте начнем с театрального института. Я считаю, что здесь у каждого театра своя позиция есть. Какому-то театру просто необходимо приглашать звезд, для того, чтобы привлечь зрителя. Какой-то театр не нуждается в приглашении раскрученных имен, пользуется тем творческим авторитетом, который заработал за 23 года своего существования. Вот, например, в нашем театре пока ни одной звезды не промелькнуло, и мы не собираемся в ближайшее время приглашать столичные сериальные какие-то силы для поддержания творческого процесса. Мы пользуемся своими ресурсами, и я уже сказал, что в этом году я запускаю очень рисковый проект, проект «Сезон молодой режиссуры». Это три молодых режиссера, третий курсник нашего театрального института будут ставить уже большие, серьезные спектакли в этом году. И мне кажется, что результат уже предсказуем, потому что ребята очень интересные, творческие, продвинутые, воспитанные в нашей новосибирской театральной среде. Что же касается, на мой взгляд, использования столичных имен, ну, это такая задача просветительская, мне кажется, что ничего плохого в этом нет. И очень хорошо, что на наших сценах появляются люди, которые являются культовыми именами, которые являются мечтой многих и многих наших молодых людей, и появляются, и можно вживую на них посмотреть, пообщаться, может быть, даже иногда в неформальной обстановке. Так что я считаю, что все задачи, которые ставят перед собой театры, хороши. Просто у каждого своя дорога в этом смысле. Ну, тем более, Сергей Николаевич, Ваш-то театр воспитал собственных звезд, которые потом создали еще и другой театр в Новосибирске, пользующийся не менее популярностью, чем больше. Я бы вообще поостерегся вот называть таким именем звезды. Просто это люди, которые на сегодняшний день хорошо и плодотворно, продуктивно, творчески работают. Что такое звезда? Звезда – это понятие такое медийное, оно обязательно должно мелькать на телеэкранах, в кино. Новосибирск лишен этого удовольствия, поэтому тут хоть зазвездись, а, как говорится, звездой не станешь. Поэтому есть люди, они есть во всех театрах. Слава Богу, простите. Дирижеров для того, чтобы они реализовывали свои проекты здесь, в Новосибирске. И это нормальная практика. Вот что из такого опыта будет в предстоящем году? Ну, я вначале хочу сказать для всех зрителей, жителей города, для присутствующих здесь, значит, такую информацию довести, которую я не встречал пока в обиходе в нашем общественном. В 2010 году, вот я посмотрел, такая книжка есть, называется «Театр Российской Федерации в цифрах». Ну, она такая узкого, популярная среди узкого круга директоров существует. Информационный центр Минкультуры России выпускает. Оказывается, по 2010 году Новосибирская область среди театральных зрителей, посещающих театр, жителей области, посещающих театр, без филармонии, здесь потому что театр, у них своя книжка отдельная существует. Так вот, театральных зрителей в Новосибирской области, в театре Новосибирска и в городе Карасуке театр посетило 790 тысяч человек. Сюда включают, конечно, те, кто по два-три раза там и так далее проходил. Посещение театральных 790 тысяч человек в 2010 году. Я вам с радостью хочу всем сказать, и своим коллегам в том числе, это третий результат в России. После Москвы, Санкт-Петербург, там отдельная жизнь, там мы за скобки эти два города уберем. А вот среди регионов остальных, российских, мы первые, и я всех поздравляю, с таким грандиозным, сильным, мощным успехом. Первые. И вот эту мысль очень хорошо бы нам запомнить и удержать в 2011 году. Все силы, чтобы были направить на то, чтобы в наших театральных завах были как можно больше зрителей. До миллиона надо. Ну теперь надо взять, сейчас мы после эфира, видимо, соберемся. Это только с первым театром. И прикинем, у кого сколько еще добавить надо. Вот, поэтому я поздравляю, это серьезно, это очень серьезный результат. Новосибирская область среди, еще раз говорю, театральных посещений, это очень сильный результат, первый среди регионов, после Москвы и Питера. Вот, что у нас? У нас действительно произошли изменения в прошлом сезоне, ну, разные уже я не буду повторять. Я готов сообщить о том, что художественный руководитель балета Игорь Зеленский остается в театре, и он будет совмещать работу с руководством балета Московского театра музыкального имени Станиславского и Немировича Данченко. Мы летом провели такие серьезные переговоры с руководством, с директором театра Московского имени Станиславского, Стасик называется в народе. И договорились о позициях, которые будем согласовывать, ну, большой подробный разговор был втроем. И этот процесс уже идет, Зеленский здесь, он работает, он открывает сезон, он репетирует. И пока все идет очень штатно, так как мы договаривались, и я думаю, что в случае, если у нас это все удачно получится, то, конечно, это будет очень полезный опыт для наших двух театров, Московского и Новосибирского. Что касается главного дирижера театра, Курендец Теодор, он в конце прошлого года, нет, года, в декабре, в декабре, он переехал в Пермь. Вот, я буду готов объявить официально имя нового главного дирижера во второй половине октября этого года. Мы провели за это лето очень серьезные переговоры, поездки, но официально я готов буду это сделать во второй половине октября. Значит, практически все переговоры завершены. С новой кандидатурой, с новым будущим главным дирижером, ну вот, немножко надо подождать. Спасибо, я думаю, что мы дождемся. Коллеги, вопросы, если есть, в любой момент задавайте. Пока думайте, я бы хотела адресовать Леониду Михайловичу и Владимиру Михайловичу такие вопросы. То, что театралы у нас новосибирцы, это действительно так, потому как в кассах билеты это дефицит. Но вот конкретно эти два учреждения, вот, что касается театра музыкальной комедии, объявлено, что будет новое здание в скорости. Что касается филармонии, мы все с нетерпением ждем завершения строительства. Я не могу не задать этот вопрос. В общем-то, что, какие перспективы вы видите, как это влияет на вашу работу, довольны ли вы сроками, которые объявляют сегодня те, от кого это зависит. Что касается ваших зданий. Вопрос о строительстве нового здания театра музыкальной комедии, он как бы решается уже, я бы сказал, так, не одно десятилетие. Потому что то здание, в котором мы находимся, это бывший перестроенный летний парковый кинотеатр. И поэтому он не предназначался для такой долгосрочной работы театра музыкальной комедии, одного из самых крупных театров Новосибирска. Но мне сегодня особенно приятно то, что мнение руководства области и города, и руководства нашего министерства придерживаются очень конкретной и четкой позиции, что в ближайшее время должен быть проведен отбор тех самых эскизных проектов, которые послужат основой для строительства нового здания театра музыкальной комедии. И на этот проект уже даже запланированы деньги. Вам сроки называют какие-то конкретные? Это очень приятно. Дело в том, что сроки, они обозначены. Но мне очень хочется, чтобы тот проект, который был принят нашим руководствами области и министерства, чтобы он, так сказать, соответствовал нашему плану работы. Потому что очень хочется, чтобы для новосибирцев строительство нового здания театра музыкальной комедии не перекрыло доступ в театр. Чтобы строительство шло параллельно с функционированием нашего театра. Вот как это бывает, я думаю, Владимир Михайлович сейчас расскажет. Да, Владимир Михайлович большой специалист в этом вопросе. И, безусловно, мы постараемся, как эксперта, у него это мнение выяснить. Но, тем не менее, очень хочется, чтобы действительно здание театра, оно строилось во благо нашим зрителям и для более комфортного пребывания в театре музыкальной комедии. Ну, так все-таки сроки, вот коротенько скажите, когда? Сроки до конца года должен быть разработан проект нового здания театра музыкальной комедии. Спасибо. Самое главное сейчас, чтобы его с первого раза утвердили. Не затянули. Да, действительно, большие проблемы. Да, пожалуйста, Владимир Михайлович. Весь наш опыт, позитивный, негативный, мы с удовольствием передадим в театр музыкальной комедии. Да, пусть, наконец-то, они эту чашу тоже, так сказать, запьют. Вообще, ваш вопрос же, он такой немножко грустный, потому что для меня, простите, это напоминает, вот, бывает человек хронически нездоровый, его все время спрашивают о здоровье, в этом есть какой-то уже... Как я вас понимаю, Владимир Михайлович, у нас есть еще один театр, да, история, который... Да, и поэтому вопрос, помогает нам это или мешает, безусловно, мешает, потому что для нас 12-й год, это год особый, мы хотели отмечать свое 75-летие, оно совпадает с 75-летием Новосибирской области, то есть это вообще такой для нас, как сейчас принято говорить, знаковый год, но мы не можем сейчас не построить план на новый зал, мы не можем придумать, так сказать, какие-то, осуществить какие-то проекты, которые у нас есть, потому что полоса, в которой нам обещают это сделать, я сейчас не говорю о качестве, с которым это будет сделано, она от июня до декабря, июня до декабря, то есть это поперек сезона получается, и мы ждем... Вопрос сейчас упирается в технологию, так сказать, это чисто в строительные вещи, ну а здесь у каждого из присутствующих, тех, кто нас наблюдают, свой есть опыт в проживании вот таких ситуаций, поэтому мы только молча, стиснув зубы и с надеждой, глядя на коллег, которые, я уже сказал, переживут, это ждем, ждем. Ну а раз уже, чтобы второй раз не вставать, как в известной поговорке говорится, я хотел бы два слова буквально добавить по поводу публики и по поводу популярных имен, к сожалению, у нас нет методики замеров публики в новосибирских театрах, то, что знают мои коллеги, они знают из статистики, в первую очередь, они знают из многолетнего своего опыта, естественно, происходит какой-то естественный отбор, естественная смена поколений, так сказать, приходят более молодые, старые, так сказать, поколения, увы, уходят, но в основном мы в городе никто, наверное, прошу прощения, может, я ошибаюсь, никто специально не занимался изучением публики вот с аналитической точки зрения, почему люди ходят в этот театр или в другой, почему они вообще ходят в театр, и откуда эти 700 тысяч, мы добавим сюда еще концертную публику, Миллион будет, наверное, да, появляется, ну а известно, что театры и концертные организации в Новосибирске расположены очень неравномерно, Левый берег вообще лишен, за исключением одного только названия, да, одного театра зрелищных государственных предприятий, это очень обидно, потому что это огромная часть города, что же касается популярных имен, то, конечно, они должны быть для освежения картинки, как вы любите говорить, но с другой стороны, есть методика, я хочу предложить, давайте посчитаем, сколько за последние 20 лет выпускников театрального училища, института, солистов разных театров, консерваторских выпускников из Новосибирска уехали в другие города, в частности, в столичные. И стали звездами. Да, и стали звездами. Вот это наше достояние, это наше, так сказать, завоевание. Ну, кстати, как один из экспертов сказал, побывавший в этой студии, Новосибирск очень хорошая стартовая площадка для того, чтобы куда-то направляться, здесь очень хорошая школа в этом отношении. Да. И, кстати говоря, вот если говорить о филармонии публики, ведь то, что вы работали по разным залам, не помешало все-таки собирать эти полные залы публике, которая к вам привыкла. Мы работаем в прямом эфире, я знаю, что на сайте есть вопросы, мы обязательно их зададим, я бы хотела предоставить слово еще не выступавшим, здесь сегодня Красному факелу, Глобусу и Первому театру. Что касается публики, как вы считаете, а достаточно ли сегодня театры, на ваш взгляд, производят продукта для театральной публики? Потому как билеты, как мы уже сказали, достать не очень просто, нужно так заранее планировать свою жизнь, чтобы купить билеты. Насыщается ли публика, достаточно ли того, что вы делаете, или все-таки стоит задуматься о расширении пространства репертуара? Пожалуйста, кто готов отвечать? Давайте, Людмила Николаевна. Татьяна Николаевна. Вопрос о предоставлении услуг публики и разнообразии репертуаров театральных учреждений города Новосибирска, он, конечно, не может быть, невозможно дать какой-то один ответ, поскольку зритель Новосибирска, во-первых, огромное количество жителей города, во-вторых, я всегда говорю о том, что зритель Новосибирска, он интеллектуален, он насмотрен, он грамотен, он начитан. Ему есть с чем сравнить, поскольку у нас идет активная не только театральная, но и концертная жизнь, активная гастрольная жизнь. Поэтому, на мой взгляд, каждое учреждение культуры, оно, конечно, обязано делать такой анализ, прежде чем выйти с чем-то на зрителя. И поэтому у нас частично бывает вот такая гиперактивная творческая жизнь, как будет, например, в сентябре и октябре, когда будут совпадать даты премьер в некоторых театрах, да? То есть зритель должен будет выбирать, куда пойти. Пойти в театр «Красный факел», пойти в театр «Глобус», пойти в театр музыкальной комедии, либо пойти на мероприятие «Интеры». Татьяна Николаевна, подсказывают мне, режиссер, эфир заканчивается, но мы обязательно продолжим сейчас трансляцию на нашем сайте. Как вы будете выбирать, какой театр предпочтете, как вы будете строить свою театральную жизнь, оставайтесь на нашем сайте, это вы узнаете оттуда. Я со зрителем телеканала «Россия-24» прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует...